Девантная терапия В каком-то случае немного оппонировать профессору Берлеву В отношении тех технологий, которые мы используем в лечении рака яичников на сегодняшний день И в том числе хирургических Итак, коллеги, в своей практике клинической мы применяем в основном две модели лечения рака яичников Первичная детеративная операция с девантной химиотерапией Которая является на сегодняшний день считается золотым стандартом И на девантной химиотерапией с последующей интервальной циторедукцией и проведением дальнейшей одевантной полихимиотерапии И, как уже озвучил профессор Берлев, классическими показаниями проведения на одевантной химиотерапии При десиммерном раке яичник является отягощённый соматический статус больных Высокий риск критических послеоперационных осложнений И одно из показаний – это невозможность достижения оптимальной циторедукции Классическая схема лечения больной раком яичников с включением на одевантной химиотерапии представлена на этом слайде Но, коллеги, я являюсь наркодителем хирургического отделения И в этом докладе мне бы не хотелось останавливаться на чисто химиотерапических аспектах проведения на одевантной химиотерапии В частности, используемых препаратах, дозировках, режимах и так далее Мне бы хотелось посмотреть на этот подход с практической стороны И действительно, в последние годы подход на одевантную химиотерапию с интервальной циторедукцией Подвергся достаточно существенной и значительной критике И произошло это, если бы лет 15 назад мы еще совершенно спокойно принимали решение о том Что у больной будет проведена одевантная химиотерапия при действительно раке яичников То сейчас, конечно, очень сильно изменилась парадигма хирургического лечения рака яичников И в нашу практику вошли так называемые расширенные циторедуктивные операции О которых уже очень подробно сегодня рассказал профессор Берлев И действительно, мы часто обращаемся к данным наших коллег из Memorial Sloan Kettering Cancer Center Которые достигли совершенно фантастических результатов Выживаемость больных, медианную выживаемость в порядке 72 месяцев При выполнении полных циторедукций И действительно, сегодня в хирургическом лечении рака яичников Мы уже отошли от такого понятия, как эксерпация матки с придатками С резекцией большого циальника, который фигурировал раньше практически во всех протоколах И на сегодня мы выполняем расширенные операции с мультивисцеральными резекциями Действительно серьезная и большая хирургия Которая, конечно же, приносит свои плоды По данным ретроспективных и проспективных исследований Понятно, что при выполнении полной циторедукции Или оптимальной циторедукции Выживаемость больных существенно выше В разы выше, чем при выполнении неоптимальных циторедуктивных операций Но на самом деле доля оптимальных циторедукций в различных клиниках Как в России, так и в мире Она очень сильно варьирует Разброс очень большой, от 15 до 90% И это определяется различными факторами Помимо этого, мы с вами знаем на основании зарубежных И в том числе и российских исследований Что выполнение неоптимальной циторедуктивной операции С последующим проведением дневматной химиотерапии Не имеет преимуществ перед подходом Включающейся на дневматную химиотерапию С последующей зарубежной операцией В аспекте общей выживаемости больных И именно эти данные говорят о том Что, собственно, далеко, может быть, не всегда Следует выполнять циторедукцию в первом этапе Если мы не можем достигнуть ее полный или оптимальный объем При этом очень интересные были данные исследования ЖОЖ-152 К сожалению, не подготовил слайд к этому теме Где было показано, что даже при так называемых Полных и оптимальных циторедукциях Как, собственно, было сообщено хирургами в протоколах операций При выполнении КТ в ранние сроки После этих хирургических вмешательств 25% случаев были обнаружены опухолевые очаги Более одного и более двух сантиметров То есть по факту эти циторедукции не были оптимальными Поэтому, конечно, вопрос, как мы отражаем В своих протоколах качество циторедукции Тоже имеет существенное значение И, к сожалению, на сегодняшний день Мы не имеем высокоэффективных предикторов Выполнения оптимальной или полной циторедукции Если мы говорим о тех методах лучевой диагностики И других вариантов И других диагностических тестов Которые мы проводим перед операцией То здесь ситуация такая Которая практически никогда нам С большой долей уверенности не позволяет сказать Сможем ли мы выполнить оптимальную циторедукцию Или нет Я имею в виду больных Диссиминированных, действительно, диссиминированных Раковые яичники с наличным множеством метастазов В брюшной полости Что касается диагностической лапароскопии Да, действительно, как уже хочу подтвердить слова Игоря Викторовича Действительно, очень эффективная И, на мой взгляд, целесообразная К применению методика Но которая тоже, к сожалению, далеко не всегда Позволяет нам дать чёткий ответ Удастся нам выполнить оптимальную циторедуктивную операцию Или всё-таки эта операция по факту окажется неоптимальной В своей практике мы всегда руководствуемся клиническими рекомендациями И вот, например, если мы возьмём рекомендации Европейского общества Мы увидим, что, в принципе, пределов для циторедуктивной хирургии Практически нет Те хирургические манипуляции, о которых мы раньше даже не думали На сегодняшний день считаются достаточно стандартными При раке яичников И в том числе и выполняются резекции плевры И солитарных метастазов Лёгких метастазов Подмышечных, паховых, паракрадиальных, лимфатических узлов Уже не являются препятствием для выполнения циторедуктивной операции И в отношении критериев нерезектабельности Которые представлены в тех же рекомендациях Тоже есть определённая доля условностей Везде есть оговорки И, по большому счёту, всё во многом определяется Подготовкой той команды, которая будет выполнять эту операцию Но на самом деле, коллеги, мы можем сколь угодно долго И тщательно читать различные рекомендации Которые, кстати, составлены обычно экспертами в своей области То есть профессионалами, имеющими за плечах огромный опыт хирургии Но если подходить к этому с точки зрения практикующего онкогинеколога Который занимается хирургической деятельностью То, вы знаете, у каждого хирурга Критерии резектабельности и нерезектабельности Они совершенно свои И, к сожалению, далеко не всегда Первичная циторедуктивная хирургия Может иметь место в данных конкретных условиях И в руках данного конкретного хирурга Это очевидные вещи, о которых тоже уже было сказано выше Что бы я здесь хотел сказать Может быть, немного в защиту подхода Девантной химиотерапии с интервальной циторедукцией Конечно, первичная циторедуктивная операция О которой мы сегодня очень много говорим И которую многие лекторы пропагандируют На конгрессах, конференциях Это очень хорошо Но это процесс, который должен быть очень хорошо организован Как было сказано предыдущим докладчикам Это командная работа Что такое командная работа? Это взаимодействие специалистов Различных подразделений одного, например, центра Или разных центров и так далее На самом деле, на практике Я очень рад, что у Игоря Викторовича все сложилось И действительно работает такая команда Но на практике, особенно в учреждениях практического здравоохранения Сделать это очень непросто И те, кто пытался это выполнить Они прекрасно меня поймут Следующий момент, который тоже должен быть учтен При выполнении докладной хирургии Это, конечно, документирование Создание базы данных И вообще введение документации по этим больным Потому что мы не можем просто их оперировать Нам необходимо все-таки оценивать результаты нашей хирургической деятельности Конечно, такие операции не могут быть выполнены в условиях Когда есть ограничения по технической оснащенности Это вмешательства достаточно длительные, многочасовые И, как правило, если говорить о действительно хорошей цитередуктивной операции по поводу рака яичников Это одна операция на один день Которая занимает все операционное время И, конечно, здесь имеет значение и техническое оснащение И работа наших коллег из отделения реанимации Это работа службы переливания крови и так далее То есть это весьма сложный и серьезный процесс Который на сегодняшний день может быть организован далеко не во всех клиниках Другая ситуация – это осложнения По данным различных исследований Частота осложнений после первичных, расширенных, первичных цитередуктивных операций Может превышать аналогичные при интервале цитередукции в 10 раз И с этими осложнениями что-то нужно делать Сколько эти больные будут лечиться по поводу этих осложнений И как скоро они приступят после этих осложнений к следующему этапу лечения К химиотерапии Это тоже другой вопрос, который, на мой взгляд, является весьма серьезным Конечно, цитередуктивные операции – это операции, которые требуют достаточно длительного наблюдения больных в стационаре Длительного пребывания в отделении реанимации И тоже, если экстраполировать эту технологию достаточно широко Далеко не везде есть, к сожалению, такие возможности И, конечно, огромное значение нужно уделять путям маршеризации больных Соблюдения временных интервалов, обеспечения геномическим наблюдением Что тоже достаточно непросто бывает достижимая задача Всегда все кажется реализуемым и простым на словах И, может быть, на слайдах Но если говорить о практической составляющей этого вопроса Все бывает далеко не всегда так четко и понятно Таким образом, если говорить о первичной цитередуктивной хирургии А именно, если речь идет о дистеминированных формах рака и яичников С наличием множественных метастазов в различных отделах брючной полости То хочу сказать, что, да, безусловно, эти операции должны развиваться Должны развиваться в условиях не только каких-то отдельных центров Которые могут оказать такую помощь с такими блестящими показателями Выживаемость только небольшого количества больных А мы знаем с вами, что ежегодно 14 тысяч больных раком яичников появляется Из них 70% это больные дистеминированы раком яичников То есть, по большому счету, деятельность одной клиники, наверное, существенно Не может изменить ситуацию с лечением рака и яичников И, конечно, эти операции нужно развивать Но они очень трудно реализуемы с точки зрения воспроизводимости Широкого внедрения У нас мало подготовленных специалистов, которые готовы выполнять такие операции И даже в рамках мультидисциплинарной команды А потом нужно помнить о том, что все-таки эти операции требуют серьезных экономических затрат Они экономически неудобные И если, например, в рамках одного онкогенекологического стационара Выполнить 5 или 6 таких операций в неделю Сложно себе представить, как будут справляться специалисты этого отделения Часто ведь мы испытываем достаточно серьезный и кадровый дефицит И дефицит просто опыта Поэтому, конечно, эта технология на сегодняшний день не может получить какое-то широкое распространение Это просто невозможно технически И если говорить о результатах рандомизированных исследований На которые мы ориентируемся Вот данные четырех рандомизированных исследований, которые были проведены на сегодняшний день Они все-таки сообщают о том, что в большинстве случаев Показатели общей выживаемости больных При использовании первичной цитаредукции и интервальной цитаредукции Они сравнимы При этом время затрачиваемое и усилия затрачиваемое на проведение первичных операций Существенно выше, осложнений больше Естественно, все эти исследования были подвергнуты критике Потому что там были найдены изъяны в дизайне Говорилось о низком уровне подготовки хирургов и так далее И сейчас очень часто в докладах звучит такая фраза Что мы все ждем результатов рандомизированного исследования ТРАСТ В котором участвуют действительно подготовленные хирурги Где клиники, в которых организованы все эти процессы И все ждут результатов рандомизированных в 2024 году Но сложно себе представить, что будет, если это исследование, например, покажет преимущество первичной цитаредукции Подтвердит преимущество первичной цитаредукции Которую мы знаем по результатам ретроспективных исследований Ну, вряд ли это приведет, опять же, к существенному расширению рамок применения этих операций Опять, скорее всего, по тем же позициям, о которых я уже озвучил выше А если покажет равнозначные результаты с наодевантной химиотерапией Скорее всего, в этом исследовании будут найдены определенные изъяны в дизайне В подготовке хирургов и так далее И будет организовано еще одно рандомизированное исследование Поэтому этот процесс очень долго будет еще обсуждаться и существовать Таким образом, преимущества на наодевантной химиотерапии существуют Безусловно, это и низкая частота послеоперационных осложнений Низкая переоперационная летальность Ниже необходимость выполнения мультивицеральных резекций Качества жизни больных И выше достижение оптимальной цитаредукции Безусловно, есть и явные недостатки Это и технические трудности выполнения операции В результате десмоплазии при диссимированных формах Это действительно так, формирование химиорезистентности И недостаточной эффективности этого подхода при опухоле больших размеров Здесь следует отдать предпочтение первичной цитаредукции Независимо ни от чего По поводу осложнений я уже высказал позицию В частности данные Scorpion trial Которые показали, что при интервальной цитаредукции Часто осложнений 3-4 степени пухловьен Почти в 10 раз ниже, чем аналогичные показатели При первичной цитаредукции То же самое касается и показателей смертности И в заключение хочу привести вам данные Которые были представлены по результатам анализов баз данных США К сожалению, в Российской Федерации мы вряд ли сможем что-то подобное сделать И здесь показаны кривые частоты использования Надевантная химиотерапия По годам, собственно И мы видим, что анализ различных баз данных Показывает, что надевантная химиотерапия Используется все чаще и чаще Возможно, для этого есть все-таки Определенные и обоснованные причины О которых я уже говорил выше Но если говорить о Российской Федерации То, наверное, мы не получим Такой кривой восходящей Скорее всего, у нас будет прямая Которая находится где-то на уровне 70-80% И за многие годы Поэтому ситуация, конечно, меняется в нашей стране В аспекте внедрения цитаредуктивных операций Но если говорить в целом о Российской Федерации Надевантная химиотерапия пока остается превалирующим подходом И, скорее всего, будет сохраняться долгое время Поэтому параллельно с развитием цитаредуктивных операций Мы выходим из регламента Да, да, спасибо Конечно, я бы хотел обратить внимание на то Что все-таки, может быть, стоит еще уделять большое внимание И подходу с нейодевантной химиотерапией С промежутом обеспечением адекватных интервалов Между этапами лечения И выполнение оптимальных цитаредуктивных операций На этапе интервальной цитаредукции Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok